так ну ладно значит вот прошлый раз мы с вами остановились на следующем утверждение что значит если у нас есть моментальная последовательность в метрическом пространстве x ром то существует значит стягивающаяся последовательность вложенных замкнутых шаров которые ограничивают эту последовательность в том смысле что вне каждого из шаров лежит лишь конечное число элементов этой последовательности элементы последовательности лежат вне шаров лишь для конечного набора индексов вот и обратно тоже верно что если существует последовательность вложенных замкнутых шаров которые обладают этим свойством то ответственность фундаментально ну вот на мой взгляд это очень красивое такое утверждение которое бы дает некую геометрическую интерпретацию того что такое фундаментальная последовательность значит как мы это дело доказываем в прошлый раз значит достаточность мы доказали да ну она там довольно легко доказывается практически по определению фундаментальности вот а значит как доказать необходимость значит вот мы записали определение фундаментальности с произвольными эпсилами и значит что нам это дает это нам дает как бы автоматом последовательность шаров которые значит ограничивают нашу последовательность в вот вот в указанном смысле если если пока что в качестве радиуса взять эпсилами да но проблема в том что эта последовательность шаров она не является ложной потому что каждый следующий шар может вылезать за границу предыдущего но если мы значит понятно что если мы будем раздувать радиус этих шаров то значит сохранится свойство что они ограничивают нашу последовательность то что начиная с некоторого номера все элементы последовательности лежат в данном шаре вот поэтому вопрос значит насколько их надо раздуть ну вот раздуваем их таким образом как здесь записано что мы в качестве насчет во первых мы в качестве эпсилон катла берем не просто произвольные положительные числа а такие что ряд сходятся ну например например эпсилон катая это 2 в степени минус к вот и во вторых мы берем насчет что во вторых мы берем в качестве радиуса шара не эпсилон катая как вот на картинке да в качестве радиуса шара мы берем называемый остаток ряда то есть сумма по или от к до бесконечности вот ну тогда значит можно проверить что каждый следующий шар содержит предыдущий точнее наоборот каждый каждый предыдущий шар содержит все следующие да вот ну почему это можно проверить потому что например значит вот пусть какая-нибудь точка y принадлежит b r k плюс 1 вот x n a плюс 1 значит я хочу проверить что она тогда принадлежит b r k с центром x n k ну просто надо посчитать расстояние значит расстояние от y до x n k то его тогда будет можно как оценить это понимаете треугольника меньше либо равно чем расстояние от y до x n k плюс 1 плюс расстояние от x n k плюс 1 до x n k то его вот если это переписать то получится здесь будет сумма по x n k плюс 1 до x n k плюс 1 до x n k плюс 1 просто по определению потому что у нас расстояние значит смотрите n k а плюс 1 у нас лежит и n k плюс 1 у нас по построению будет строго больше чем n k ты это кстати кстати говоря у меня нигде не написано но вот я это подразумевал значит существует n k что вот важно еще здесь написать n k плюс 1 строго больше чем n k ты вот значит так вот тогда получается у нас здесь будет эпсилон а плюс первое ну точка x n k плюс 1 лежит значит как и все значит за счет того что n k плюс 1 больше чем n k ты ну на самом деле было достаточно больше либо равно да она получается лежит должна лежать в чаре с центром в x n k там радиуса эпсилон к ты вот эпсилон к ты кстати да и это получается в точности у нас то что здесь записано эта сумма по эль от к до бесконечности эпсилон эльтого то есть это вот у нас получается r вот значит получается что y принадлежит b r к ты центром x n к ты то есть мы показали что каждый следующий шар лежит в предыдущем шаре вот ну и все собственно говоря понятно ли все или какие то вопросы сейчас еще есть а е ель т это получается радиус каждого шара ну вот этот эпсилон не смотрите значит хитрее мы делаем вот еще раз я хотел бы просто логику объяснить раз такой вопрос возник значит вот смотрите мы всегда можем для любой последовательности эпсилон катых найти n катые большие такие что значит начиная с вот этого n катого большого выполняется условия фундаментальной последовательности что расстояние от x n катого до x м то меньше чем эпсилон катые вот но такие шары не обязаны быть шары радиуса эпсилон катого не обязаны быть вложенными вот как например на картинке нарисовано значит поэтому мы вместо эпсилон катого мы радиус берем который немножко побольше то есть вы видите рк то это сумма по или равного к до бесконечности эпсилон эльтого вот значит определение диаметра мы не использовали да это я в конце просто прошлой лекции сказал следующую вещь что вот это вот утверждение которое здесь записано можно по-другому можно сформулировать ему близко ему ну давайте я сейчас его напишу значит вот есть такое утверждение доказательство которого предлагается провести в качестве упражнения значит утверждение такое метрическое пространство x rho полно когда и только тогда когда точнее нет извините это я уже я начал одновременно говорить то что я хотел говорить после этого и аналог это утверждение значит извините так значит последовательность последовательность xn н принадлежит н моментально тогда и только тогда когда существует тягивающаяся последовательность тягивающаяся последовательность замкнутых вложенных множеств значит вся вещь подлинность вложенных вложенных замкнутых множеств ну давайте давайте назовем их м пенты лежащих в нашем метрическом пространстве x таких что что любого n принадлежащего n существует существует какой-то индекс ну давайте мы напишем какой-то м нт такое что для любого к большего либо равного этого м нтого у нас x кт x кт будет принадлежать м м значит вот что означает стягивающиеся давайте я буду последовательно писать значит вот как раз можно сделать значит стягивающиеся означает что диаметр м нтого стремится к нулю при n стремящихся к бесконечности где диаметр множества м определяется но я просто продублирую на всякий случай как супремум по всем x и y принадлежащим множество м расстояние от x до y значит это вот что такое дело что что такое диаметр стягивающие последовательность значит дальше что значит вложенных ну вложенных это понятно вложенных это означает что просто у нас м н плюс первое лежит в м м любого м принадлежащего м вот ну а вот это последнее условие которое тут записано означает что но это вот словами значит это можно сформулировать как то что вне каждого из этих множеств лежит лишь конечное число элемента последовательности хотя вот поточнее сказать как бы что значит элементы нашей последовательности xn могут лежать вне каждого из этих множеств лишь для конечно набора индекс потому что в принципе ну элементы последовательности могут повторяться может одна и та же точка встречаться несколько раз для разных индексов вот ну вот хорошо значит то есть вот такое вот утверждение тоже можно доказать значит ну на самом деле давайте это заказательство в качестве упражнения вот ну понятно что доказывать на самом деле нужно только в одну сторону да потому что да вот раз как александр заметил точнее мы я сказал что мы доказали ну значит какую сторону мы доказали александр говорит что мы вправо доказали если фундаментально то можно взять стягивающиеся шары замкнутые ну да правильно а в обратную сторону вообще очевидно мне кажется ну да но значит не сложно да но тем не менее все таки ну я бы не сказал что прям совсем тривиально то есть вот упражнение нужно доказать тем более что мы сейчас этим воспользуемся вот ближайшее время значит теперь вот почему я хочу так много внимания уделять вот этому утверждению потому что есть такой насчет критерий полноты метрического пространства критерий полноты и метрического пространства значит x ро метрическое пространство полно когда и только тогда когда значит любая стягивающаяся последовательность любая стягивающаяся последовательность вложенных замкнутых шаров имеет общую точку вот ну как это доказать значит вот наверное давайте мы сначала в одну сторону докажем если x полно например это вот не сложно сделать значит ну в принципе в обе стороны не очень сложно вот да я немножко отвлекся от чата значит то есть вот принципиальное отличие от предыдущей теоремы в том что да и как там написали написал чингиз то значит здесь вот в этом утверждение которое вверху написано речь не о шарах а просто произвольных замкнутых множествах в диаметре которых стремятся к нулю а там у нас радиусы стремились к нулю вот здесь эти множества могут быть даже не выпуклыми в отличие от шаров но это как бы не важно так ну хорошо давайте будем доказывать значит вот пусть у нас есть полное метрическое пространство да значит всякая фундаментальная последовательность стоится к некоторой точке теперь то нам нужно доказать всякая ценность вложенных замкнутых шаров имеет общую точку вот пусть пусть значит b к т и тика принадлежит n это та самая вот стягивающаяся последовательность вложенных замкнутых шаров которая нам дана по условию стягивающаяся последовательность вложенных замкнутых шаров так значит вот пусть есть стягивающаяся последовательность вложенных замкнутых шаров вот мы хотим доказать что у нее есть общая общая точка ну вот возьмем возьмем x карта принадлежащая b к тому тогда по определению фундаментальной последовательности точнее по определению ну и по определению фундаментальной последовательности пап и по определению того что такое стягивающиеся шары да значит тогда вот последовательность xn будет, xk будет фундаментальной. Значит, xk – это фундаментальная последовательность. Вот. Значит, ну, я думаю, можно не расписывать, в принципе, я думаю, понятно. Вот. Тогда получается, что в силу полноты существует x, который принадлежит нашему метрическому пространству x, к которому xk исходится. То есть xk исходится к x, к стремящемуся к бесконечности. Вот. Значит, тогда что получается? Получается, что расстояние от xk до xa стремится к нулю при xk, стремящемся к бесконечности. Ну и вот мне остается проверить, что вот этот x, с которым исходят с xk, и принадлежит к каждому из шаров. Значит, давайте вот рассмотрим какой-нибудь один из этих замкнутых шаров. Пусть… Значит, BM – это один из шаров. Значит, и какой-нибудь давайте так. Пусть, ну, допустим, zM – это его центр. BM – это радиус. Тогда, значит, что можно сказать про расстояние от zM до xa? Я хочу проверить, что это меньше либо равно, чем rm. И тем самым я покажу, что тогда zM, что… да, что x принадлежит нашему шару. Последнюю строчку уже не видно, потому что закрывают панели зуми. А, извиняюсь. Значит, я понял. Хорошо, что вы сказали. Так, ну, ладно, значит, тогда действительно пора уже на следующую страницу переключиться. Итак, вот, значит, есть BMT – один из наших шаров. BMT – один из шаров. Вот. Это шар радиуса… Радиуса rm с центром… Значит, ну, значит, с центром в xm. Итак, вот я хочу проверить, что расстояние от центра этого шара xm до точки x, которой наша последовательность сходится… xm – это сейчас не x, а z, мы там написали, да, значит, z. Вот, значит, я хочу доказать, что расстояние от центра шара до предела последовательности меньше либо равно, чем rm. Меньше либо равно, чем rm. Значит, что я делаю? Ну, расстояние от zm до x, это будет меньше либо равно, чем расстояние от zm до x-катова плюс расстояние от x-катова до x, правильно? Это просто в силу нерази треугольника. Вот, теперь, поскольку у нас для любого k x-катая, ну, начиная с некоторого номера, да, значит, начиная с некоторого номера x-катая будет всегда принадлежать этому шару bm, поэтому вот это расстояние, которое здесь слева записано, оно будет меньше либо равно, чем радиус шара, то есть меньше либо равно, чем rm, начиная, ну, по крайней мере, при достаточно больших k, я вот так напишу, при достаточно больших k. Вот, значит, а вот эта вот штука, которая здесь записана справа, она стремится к нулю, при k стремящемся к бесконечности. Вот, то есть получается, что расстояние от zm до x будет меньше либо равно, чем rm плюс epsilon, для любого epsilon больше нуля, ну, значит, меньше либо равно, чем rm. Вот, ну, я извиняюсь, если я слишком подробно все это рассказал, но, в принципе, вот довольно очевидное здесь, как бы, доказано утверждение фактически, что если у нас есть замкнутый шар и в нем есть последовательность, то ее предел по-прежнему, значит, если есть пример, который к чему-то сходится, то ее предел по-прежнему принадлежит этому замкнутому шару. Последний переход не совсем понятен. Как из того, что одно слагаемое меньше либо равно радиуса, а другое слагаемое стремится к нулю, верно, что сумма будет обязательно меньше равно радиуса? Мы же можем взять, например... Можно обратить, но если расстояние, которое слева, это rm плюс какой-то epsilon, то найдется такое расстояние от xk2 до x, которое будет меньше, чем epsilon, и будет неверно. Поэтому подходят значения rm и меньше. Ну, мы можем стремиться к сверху, в принципе, к радиусу. Ну, в принципе, мне кажется, что то, что Ярослав сказал, нормально, но я могу просто еще раз, наверное, будет лучше, если я напишу то, что я имел в виду. Вот смотрите, значит, у нас вот это расстояние от xk2 до x стремится к нулю. Значит, для любого epsilon больше нуля, при достаточно больших k, эта штука меньше, чем epsilon. Правильно? Поэтому я всегда могу сказать, что расстояние от zm до x меньше либо равно, чем rm плюс epsilon. Для любого epsilon больше нуля. Правильно? И вот с этим, я думаю, вы согласитесь, да? А дальше, значит, поскольку epsilon произвольное, то, значит, получается, что ρ от zm x меньше либо равно rm. Значит, почему первое слагаемое меньше либо равно rm? Потому что у нас наша последовательность лежит в шаре bm. Но если мы в качестве rm возьмем единичку, а в качестве epsilon будем брать 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, то мы всегда будем больше. Ну, какое бы ты ни взял значение больше единицы у левого значения, если оно больше единицы, то найдется уже такое epsilon, что будет выражение неверно. А если возьмешь единицу меньше, то будет всегда верно. А, все, я понял, да. Ну вот, хорошо, значит, спасибо, что вы обсуждаете. Мне очень как раз нравится, что не только я что-то рассказываю, но и происходит еще какое-то обсуждение этого дела. Так, значит, ну вот, смотрите. Значит, это вот мы доказали. То есть фактически, наверное, моя ошибка была, я немножко усложнил ситуацию. Надо было просто вначале доказать такое простое утверждение, что замкнутый шар в метрическом пространстве всегда замкнут. Потому что, значит, в... То есть утверждение такое. В любом метрическом пространстве замкнутый шар... Замкнут. Значит, потому что что такое замкнутый шар? Строго говоря, это просто множество вида B. Это множество точек Y, принадлежащих нашему метрическому пространству таких, что расстояние от X до Y меньше либо равно, чем радиус этого шара. Ну и, значит, из того, что мы это назвали замкнутым шаром, вообще говоря, не следует, что он замкнут. Ну вот это вот рассуждение, которое вверху проведено, оно показывает, как бы, что любой замкнутый шар замкнут. Надо было мне попроще рассказывать. Я недостаточно этот момент продумал, видимо. Но смысл в том, что, значит, у нас получается так, что X, получается, принадлежит любому из вот этих вот шаров, которые мы тут рассмотрели. И здесь как раз понятно, почему важно, чтобы они были замкнутыми. Ну и, значит, X принадлежит пересечению. Значит, значит, для любого M, принадлежащего M, X принадлежит BM, следовательно, X принадлежит пересечению по M от 1 до бесконечности BM. Вот, очень хорошо. Значит, в одну сторону мы доказали. Теперь, что нам остается доказать? Нам остается доказать в другую сторону, что если у нас любая стягивающаяся последовательность вложенных замкнутых шаров имеет общую точку, то пространства полно. Ну, это несложно. Значит, вот как раз, как раз мы пользуемся тем утверждением, которое было. Значит, пусть теперь... Пусть X, N фундаментальный. Следовательно, как было показано выше, существует последовательность. Значит, существует стягивающаяся последовательность вложенных замкнутых шаров, значит, давайте назовем их BMT, допустим, BMT. ограничивающаяся последовательность. Ограничивающаяся последовательность. больше, чем M большое, X, N принадлежит BM. Вот в этом смысле ограничивающаяся. Ну, тогда, значит, по условию существует X, принадлежащая пересечению этих шаров. Вот, ну и дальше тогда, поскольку, значит, поскольку у нас последовательность стягивается, то у нас какая получается картинка? Ну, вот есть X, значит, шары стягиваются к этому X, и, значит, начиная с некоторого номера, все члены последовательности лежат в каждом из этих шаров. Ну, я не очень точно сказал, но говорить так, что, значит, для каждого из этих шаров, начиная с некоторого номера, все члены последовательности лежат в нем. Вот, ну, значит, тогда получается, что они сходятся к ним. Ну, и также, я думаю, очевидно, что X этот единственный. Вот, я, наверное, лучше вот эти все детали сейчас не буду расписывать, потому что как-то у меня это долго получается. Но тут, в общем, абсолютно получается повтор с теоремой Кантера вложенных отрезков. Значит, по условию X существует X, значит, вот следовательно получается X, X, значит, ну, значит, ну, давайте так, ладно, я напишу все-таки для любого. И, значит, при достаточно большом M у нас радиус шара BM будет меньше, чем Epsilon. Это вот раз момент. Вот, во-вторых, значит, при достаточно больших M у нас получается XM принадлежит BM. Ну, значит, тогда расстояние от X до XM будет меньше либо равно, чем 2 радиуса. Ну, я думаю, понятно, почему 2 радиуса BM, вот, а это меньше, чем 2 Epsilon. Ну, и, значит, получается, что XM сходится к X при N стремящейся к бесконечности. Так, ну вот, значит, доказали мы этот критерий полноты. Вот, теперь, значит, я хотел бы немного поговорить про непрерывное отображение. А про компактность, наверное, тогда лучше мы поговорим в следующий раз, потому что про компактность хочется немножко подробнее поговорить. Ну, посмотрим сейчас, может быть, успеем немного начать. Значит, вот теперь давайте рассмотрим, когда у нас есть два метрических пространства и есть отображение одного метрического пространства в другое. Так, я извиняюсь, телефон звонит. Значит, никто не должен, так сказать, меня отвлекать в данный момент. Значит, пусть есть два метрических пространства. Пусть X, ρ и Y, D – это метрические пространства. Вот, и есть отображение F из X в Y. Это какое-то отображение. Ну, соответственно, значит, аналогично предыдущему семестру мы можем определить, что такое предел этого отображения в точке. Предел при X, стремящемся к X0, где у нас X0 – это какая-то точка, принадлежащая нашему метрическому пространству X. F от X равен Y0, где Y0 – это какая-то точка из нашего метрического пространства Y. Тогда и только тогда, когда, значит, для любого епсилон больше нуля, существует дельта больше нуля. Наверное, давайте я все-таки перетянку буду в квантерах писать, нарисую картинку, что значит, что мы, что означает. Вот у нас есть точка Y0 и есть точка X0. Вот. Ну, все вот как в прошлом семестре, значит. Какой бы я шар не взял с центра в точке Y0 радиуса епсилона, найдется шар радиуса дельта с центра в точке X0 такое, что весь этот шар, за исключением возможной точки X0, перейдет внутрь этого шара с центра в точке Y0 под действием нашего отображения F. Ну, давайте я вам что-то изображу как-нибудь. Вот этот шар, он за что-то перейдет, лежащий здесь. Но вот, возможно, за исключением точки X0. Точка X0, значит, про нее мы ничего не говорим пока что. Вот. То есть, значит, существует дельта больше нуля такая, что R от B, R, B-эпсилон, B-дельта, я это что-то так скажу. B-дельта, вот, X0, минус X0. X0 лежит B-эпсилон, вот, Y0. Вот. Значит, это вот определение непрерывности. Вот. Значит, что здесь нужно отметить? Что... Ну, давайте немного поговорим про какие-то конкретные примеры. Значит, нас интересует R2. Примеры для R2. Ну, вот, например, я думаю, будет понятно, если напишу, что предел при X... Значит... Давайте так напишу, что предел при X, стремящемся к нулю. Ну, например, X1, синус X2. Вот. Также это обозначается так, что предел... Предел при X1, X2, стремящемся к нулю. X1, минус X2. Также это можно обозначать как предел такой вот. При X1, стремящемся к нулю, и X2, стремящемся к нулю одновременно. Вот такая вот вещь. 1, минус X2, равен нулю. Ну, я думаю, значит, тут как бы понятно, да, что у нас, значит, речь идет о отображении R из метрического пространства. Значит, вот здесь вот, давайте я конкретно напишу, чтобы было понятнее. Здесь у нас кто есть X. X – это R2. Rho – это Rho2. Y – это R. Ну, Rho – это Rho2, но в случае Rho2 – это просто модуль разности между числами. Значит, только не Rho, а D, простите. То есть обычно, как бы, если не уточняется, какая метрика, подразумевается, что речь идет о евклидовой метрике. Ну, и дальше почему это вот верно, то, что здесь написано? Значит, ну, потому что понятно, что, значит, если у меня X лежит в каком-то шаре радиуса эпсилон, то каждый из компонент не больше, чем эпсилон, да? И тогда получается, что у нас значение функции, ну, даже так, я могу сказать, строго меньше будет. То есть если я рассматриваю открытый шар с центром в нуле, а радиуса эпсилон, вот, то если X принадлежит этому шару, то и X1 меньше эпсилон, и X2 меньше эпсилон, ну, потому что корень из их квадратов меньше эпсилона, раз это означает. Вот, поэтому, значит, вот тут в этом определении, которое вверху написано, можно просто взять в качестве дельта эпсилон. Вот, ну, естественно, это не всегда удобно проверять, вот, в терминах эпсилона и дельта, поэтому есть еще другое определение по геню, и они, как и в прошлом семестре, эквивалентны. Значит, я сразу это сформулирую в виде теоремы. Эквивалентное определение предела. Вот, смотрите, значит, если, ну, можно сформулировать так, что F из X в Y. Пусть F отображает X в Y. Тогда предел при X, стремящемся к X0, F от X равен Y0, когда это результат, когда для любой последовательности X, N лежащей в X такое, что X, N не равно X0 для любого N это как раз определение последовательности гейна. F от X, N стремится в Y0 при N, стремящемся к бесконечности. Вот, ну, я думаю, надеюсь, что вы не будете удражать, если я не буду это доказывать, потому что в прошлом семестре, мне кажется, все научились это делать. Здесь, ну, в качестве упражнения можете доказать, но, в общем-то, ничего такого нового по сравнению с прошлым семестром здесь нет. Вот, значит, аналогично можно доказывать теоремы о, там, о чем? Ну, про сложные функции, да, значит, ну, например, что если у нас есть, значит, аналогично, во-первых, определяется понятие непрерывности, да, ну, давайте я напишу для полноты. f из X в Y называется непрерывной к точке X0, принадлежащей X, если f от X0 равно пределу при X, стремящемся к X0, f от X. Ну, и аналогично предыдущему семестру доказывается такая теорема, что если, значит, функции, ну, вот, допустим, у нас такая картинка есть, что есть два метрических, есть три метрических пространства, значит, вот, пусть X, Rho, Y, D и Z, ну, допустим, L, это метрические пространства. R отображает X в Y, G отображает Z, G отображает Y в Z, Y в Z. Вот, значит, ну, и что можно сказать, вот, если, значит, когда можно переходить к пределу под знаком сложной функции, посмотрим сложную функцию. Посмотрим, H из X в Z вида H от X равно, значит, будет G от F от X. Вот, значит, допустим, мы, вот, знаем, значит, дальше еще такую вещь сделать, напишем, пусть X0 принадлежит X, Y0 принадлежит Y, Z0 принадлежит Z. Вот, вот, что нужно, значит, я вот тоже не прочитал вопрос из чата, ну, да, там тоже, да, тоже, да, тоже, вот, как бы, сохраняется терминология, значит, по каши это в терминах вот этих вот окрестностей или шаров, значит, а по гейне это вот в терминах последовательностей, вот. Ну, на самом деле, здесь можно еще одну вещь доказать, которая тоже несложно делается, что вот здесь мы брали, как бы, шары в этом определении, да, значит, но можно доказать, что это равносильно тому, что для любого открытого множества, содержащего Y0, существует открытое множество, содержащие X0, такое, что образ этого открытого множества по действиям нашей функции F, без исключения возможной точки X0, впадает вот целиком вот в это открытое множество, содержащие Y и Y, да, это будет уже вот более полное определение по каши. То есть, полностью совпадает, да? Да, полностью совпадает. Вот, так, значит, итак, я хочу теперь сформулировать теорему о предельном переходе сложной функции. Значит, наверное, мне стоило бы это еще где-то здесь написать, вот, все-таки, чтобы, чтобы это зафиксировалось. Значит, ждение такое, что предел при X, стремящемся к X0, F от X равен Y0, тогда и только тогда, когда до любого открытого множества U, которому принадлежит Y0 существует открытое множество V, которому принадлежит X0, или другими словами, значит, существует открытая окрестность точки Y0, значит, в любой открытой окрестности точки Y0 существует открытая окрестность точки X0, такая, что такая, что F от V минус X0 лежит U. Вот, вот это утверждение я предлагаю доказать в качестве управления, ну, потому что тут все делается просто по определению, значит, что такое открытое множество, это когда, значит, каждая точка внутренняя, значит, вместе с ней в данном множестве лежит некоторый открытый шар положительного радиуса, вот, ну, вот мне кажется, что это важно уметь, то есть это лучше будет, если вы сами докажете, чем если я буду рассказывать, потому что я что-то еще вряд ли успею это вот упражнение доказать. Вот это вот уже более полноценное определение по гейне получается. Так, значит, теперь здесь вот, что у нас получается, нужно доказать, значит, ну, вот, если внешняя функция непрерывна в нашей точке, значит, если g непрерывна в точке y0 и предел при x, стремящемся к x0 f от x равен y0, то предел при x, стремящемся к 0, g от f от x будет равен g от y0, да, значит. Это вот так называемая теорема о предельном переходе под знаком непрерывной функции. Ну, я тоже, наверное, доказывать это подробно не буду, но тут довольно понятно, значит, получается, что если я возьму, значит, что, вот пусть у меня вот этот g от y0 равно z, 0, z0. Значит, взяли z0, взяли какую-то окрестность. Сколько у нас функция функция g непрерывно в точке y0, то существует какая-то окрестность точки y0, которая переходит в подмножество вот этой вот окрестности точки z0. Вот. А поскольку предел функции f в точке x0 равен y0, то существует какая-то окрестность точки x0, значит, которую наша функция переводит в какое-то подмножество вот этой окрестности точки y0. Ну, и, естественно, это подмножество, оно там перейдет в какое-то подмножество этой окрестности точки z0. Ну, вот, все-таки то, что это надо расписать сейчас, что-то необязательно. Это Чингис спрашивал, обязательно ли f от x0 не должно быть равно y0. Обязательно ли f от x0? Не, не обязательно, да. Но это другая версия этой теоремы. То есть, если вы, значит, если вы хотите, чтобы, если вы хотите отказаться от условия непрерывности внешней функции, а только оставить условие, что предел внешней функции при y, стремящемся к y0 равен z0. То есть, вот, если вы хотите вот это вот условие ослабить, что уже непрерывно с точки y0, если вы хотите его заменить на то, что уже есть предел, то, если вы, значит, запретите функции f принимать значения отличные от y0, то можно будет, вот, да. Значит, но это тоже хорошо, что вы это вспомнили. Значит, это просто другая версия. Так, хорошо. Значит, теперь вот важный критерий непрерывности от выражения будет. Хотя вообще, давайте, знаете, вот пока еще, чтобы вам было проще решать задачи и задания, я еще должен упомянуть про связь вот этой непрерывности по совокупности переменных с другими близкими вещами. значит, ну вот, смотрите, если у нас есть простой наш случай, когда у нас функция отображает r2v, то есть f равно f от x, y. Мы можем рассматривать, есть вот несколько связанных понятий. что мы можем делать? Мы можем, во-первых, искать предел, допустим, при x, y стремящемся к нулю, f от x, y. То есть это вот как раз с точки зрения метрического пространства можно рассматривать такой предел. С другой стороны, можно что делать? Можно рассматривать пределы по направлениям. Значит, можно рассматривать пределы... А что значит то, что скобка x, y стремится к нулю? То есть международное расстояние стремится к нулю? Вот смотрите, что такое скобка? Хороший вопрос. Скобка, это имеется в виду, что точка с координатами x, y стремится к нулю. То есть смысл такой, что точка с координатами x, y стремится к нулю означает, что расстояние от точки с координатами x, y до нуля это стремится к нулю. Что я понял, ну то есть это означает просто что мы понимаем предел в смысле метрического пространства вот а еще можно делать такие вещи можно рассматривать какие-то пределы по направлениям да то есть вот пусть например стремится к нулю и мы стремимся к нулю по какому-то направлению f от r косинус и r синус и это называется предел по направлению давайте я буду писать снизу и сверху и объяснение значит первый случай это предел в смысле мысли метрического пространства r2 ро2 ну или там rn ро2 то есть предел смысле метрического пространства как мы определяли выше вот то что здесь написано это называется предел по направлению по направлению вот и еще есть такое понятие как повторный предел мы можем вот возможно вам других предметов где-то встречалось такое понятие как карирование значит давайте я где-то здесь напишу что такое карирование какой-то более-менее новый термин заинственно из английского кажется значит если у нас есть функция f от x и y мы можем рассматривать как функцию значение которой в точке x есть функция от переменной y значит возможно не получится хорошо объяснить но значит вот рассмотрим рассмотрим же от x вида значит так же от x это f где f от x и f от y это это где f от y это f от x и y вот то есть можно вот так вот делать у нас получается как бы значит мы можем как бы фиксировать одну переменную да вот но это не совсем то что мы сейчас будем делать на самом деле то есть мы сейчас можем можем делать что мы можем зафиксировать просто одну переменную и получится функция одной переменной и мы можем пытаться искать ее пределы но это вот называется то значит повторные пределы значит что такое повторный предел ну вот мы можем попробовать найти при x стремящемся значит предел при x стремящемся к нулю вот предела при y стремящемся к нулю f от x и y можем искать наоборот повторный предел предел при y стремящемся к нулю и предел при x стремящемся к нулю я скобки напишу чтобы было совсем явно вот и в общем случае это разные вещи хотя значит можно сформулировать такую теорему значит если предел функции я буду писать равен нулю хотя на самом деле можно и более общее писать утверждение значит если еще раз объяснить что второе значит предел по направлению предел по направлению означает следующее что мы значит смотрите вот мы взяли зафиксировали x это направление о переменного y когда r стремится к нулю когда что еще раз когда r стремится к нулю ну значит смотрите что 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 мы делаем мы фиксируем фи вот мы вводим полярные координаты x и y и фиксируем какой-то угол и значит рассматриваем функцию переменной r устремляя r к нулю и эта функция переменной r она задается как значение функции f в точке координатами r косинус фи r синус фи это называется тогда если такой предел существует по любому направлению ну или там для фиксированного направления существует он называется пределом по этому направлению вот и есть еще вот этот повторный предел вот но корирование к этому имеет на самом деле косвенное отношение но просто на всякий случай вот стоит это иметь ввиду что иногда функции двух переменных удобно рассматривать как функцию одной переменной принимающую значение в множестве функции другой переменной но здесь на самом деле все гораздо проще мы просто фиксируем как бы одну переменную и вот в повторном пределе и ищем сначала предел по одной переменной получаем какую-то функцию зависит от икса потому что предел может зависеть от икса и потом смотрим что происходит с ним вот значит вот теперь давайте выяснять как вот эти три столбца они друг другом соотносятся значит собственно говоря единственный положительный результат который можно сказать то что если у нас есть предел по совокупности переменных или то же самое предел смысле метрического пространства то значит любого направления существует тоже предел и он равен вот этому пределу смысле метрического пространства если существует предел значит я лучше напишу так если р имеет имеет предел смысле метрического пространства то любого направления существует предел по направлению ну я не хотел бы это сильно подробно расписывать значит квантера я думаю здесь понятно о чем идет речь но фактически можно сказать такую такую вещь если 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 я умеет предел смысле метрического пространства то есть предел и x стремящийся к x 0 f от x равен y 0 то любого направления существует предел по направлению равный этому игрек 0 любого направления вот как-то записать туда фактически существует предел при т стремящемся к плюсу нулю f значит я напишу так для любого x существует предел я напишу f из rn в r потому что в общих метрических пространствах мы не можем говорить о таком понятии их направления потому что там нет вообще говоря векторов то есть вот вариант мы можем есть есть структуру векторного пространства мы можем их вкладывать вот значит вот если значит да вот матросов тут артем написал какой 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 пример да значит вот контр пример написал это известный контр пример да про то что значит обратное в общем случае неверно что из того что есть предел по любому направлению не следует что есть предел по совокупности переменных вот сейчас я прокомментирую но пока что я раз я сформулировал теорему мне нужно прокомментировать хотя бы немного ее доказательства вот но она в принципе наверное довольно очевидно потому что понятно что если взять t достаточно маленьким то вот эта точка которая здесь справа написана она падет в шар коллегодного малого радиуса с центра в точке x0 поэтому просто по определению получается так вот понятно это или нужно подробнее x это вектор да а y 0 это число да x это вектор а y это число и мы то есть по обычным правилам умножаем и вычитаем вектора да то есть у нас то что стоит под функцией это как бы находится в метрическом пространстве сама функция от этого аргумента получается это ну число да мы рассматриваем такую ситуацию да ну на самом деле можно обобщить в общем-то тут нам это не критично что функция принимает значение именно в r можно было бы эту теорему сформулировать и для любого другого метрического пространства где функция принимает значение не важно важно что является ее аргументом потому что чтобы придать смысл понятию предела по направлению нам нужно вот уметь двигаться вдоль прямых до что что такое напрямую направление это прямая которая проходит через данную точку вдоль которой мы стремимся к данной точке но можно было бы как-то это дать более аккуратное определение до что предел функции по направлению это что такое это вот если если вывод по направлению n например принадлежащему направлению пусть ню принадлежащему р н ну вот если у нас есть предел при т стремящемся к нулю f от x 0 плюс т ню то если такой предел существует это уже предел функции одного переменного он называется пределом по направлению ню нашей функции многих переменных значит теперь вот этот пример который привел артем он хороший значит но можно на самом деле попроще сделать пример я хотел бы как раз попроще сделать пример вот давайте здесь вот я пока напишу замечание обратно неверно почему это неверно потому что можно например рассмотреть такую функцию пусть f от x y равно 0 если x не равно ну давайте так лучше если y не равно x квадрат и одному если y равно x квадрат вот тогда значит что у нас получается вот если мы посмотрим на нашу координатную плоску у нас получится следующая ситуация вот это вот y равно x квадрат значит мы теперь давайте смотреть насчет пределов и направления вот я проведу прям произвольную прямую она или вообще не пересечет нашу параболу вот например как вот это или пересечет но естественно не более чем в двух точках ну я на самом деле параболу не полностью нарисовал давайте нарисуем и чтобы было более я лучше вот здесь напишу если у нас y не равно x квадрат и если упрощу еще больше я извиняюсь неаккуратно написал значит давайте так 1 если y равно x квадрат и x больше нуля вот и нулю иначе вот так мы сделаем это будет мне кажется максимально простой пример ну вот тут понятно как бы что если я двигаюсь по любому направлению то рано или поздно я не пересекая я уже не буду видеть нашу параболу не буду пересекать и я буду постоянно находиться на том множестве где наша функция равна нулю поэтому значит предел по каждому направлению для любого направления ню существует предел f под t ню это я стремящимся к нулю равный нулю вот но предела по совокупности переменных нету например потому что можно выбрать последовательность точек которые двигаются вдоль параболы к нулю и насчет получается что можно выбрать две последовательности гейни вдоль которых делали разные но я наверно не буду расписывать надеюсь понятно как есть ли вопросы это же контр пример можно применить и во втором случае чтобы доказать что из-за повторных пределов не следует предел по двум переменным да можно и во втором случае тоже применить значит действительно вот предел по повторным значит повторный предел здесь тоже у нас существуют здесь повторные пределы будут равны нулю вот, но опять же нету предела по совокупности переменных вот, ну вот теперь как бы, по крайней мере, для начальных задач из первого задания, мне кажется, рассказано достаточно ну, возможно, я тут недостаточно формализовал все эти понятия повторного предела и предела по направлению, но надеюсь, что главная идея ясна и мы можем снова теперь немного более абстрактные вещи обсуждать про непрерывность отображений значит, вот важный критерий непрерывности отображения он состоит в следующем утверждение, ну или лучше давайте это назову теоремой теорема критерий непрерывности отображения метрического пространства вот ну, вообще говоря, сначала мне надо было бы дать определение, да значит, ну, что такое непрерывное отображение давайте я чуть выше напишу хотя это тоже, в общем, наверное, понятно значит, отображение ф из х в у называется непрерывным если оно непрерывно в каждой точке х 0 принадлежащий х вот, критерий непрерывности отображения стоит в следующем значит значит, ф значит, пусть у нас x, y метрические пространства пусть x, y метрические пространства ну, наверное, будет лучше теореметрики как-то в виду x, ρ и y, d метрические пространства значит, отображение f из x в y является непрерывным тогда и только тогда, когда для любого открытого множества v лежащего в y f минус 1 от v открыто и это равносильно тому, что любого замкнутого множества ну, допустим, f лежащего в y f минус 1 от f замкнуто вот, давайте я напомню, что такое f минус 1 от v значит, это так называемый полный прообраз здесь f минус 1 от v это так называемый полный прообраз то есть, это множество всех точек x принадлежащих метрическому пространству x большое для которых f от x принадлежит v вот, ну, давайте докажем давайте докажем для открытых а для замкнутых можно значит доказать будет пользуясь тем, что замкнутые дополнения к открытым и значит вот прообраз значит, смотрите, если мы докажем как бы что прообраз открытого открыт всегда, да то, допустим, мы хотим доказать что прообраз замкнутого замкнутый как это сделать ну значит, замкнутые дополнения к открытому А что будет? Мы знаем, что прообраз к дополнению f будет открытый. А что такое прообраз? Ну, давайте, ладно, я лучше напишу, а то как-то на словах будет непонятно. Замечание. Множество всех тех точек, для которых f от x принадлежит дополнению множества v. А когда f от x принадлежит дополнению множества v? Тогда и только тогда, когда f от x не принадлежит v. Ну, а это получается в точности то же самое, что это, грубо говоря, x минус те x, для которых f от x принадлежит v. Правильно? То есть это вот f, значит, f минус 1 от v, c. Правильно? Вот. Значит, то есть, короче говоря, коротко можно сформулировать так, что полный прообраз дополнения множества – это дополнение полного прообраза. Вот. Поэтому, значит, если мы умеем доказывать, что прообраз любого открытого – открытый, то мы автоматом умеем доказывать, что прообраз любого замкнутый – замкнутый. И наоборот. Вот. Поэтому фактически достаточно доказать только первую эквивалентность. Вот. Как это сделать? Ну, вот, значит, давайте теперь доказывать вот первую эквивалентность. Ну, пусть наша функция непрерывная. Значит, я хочу доказать, что f минус 1 от v открыта. Ну, это несложно сделать. Значит, мне нужно фактически что доказать? Что если вот у меня есть множество v, я взял, посмотрел на его полный прообраз под действием функции f, получил какое-то множество f минус 1 от v. И я хочу доказать, что каждая точка этого множества внутренняя. Значит, что мне нужно сделать? Значит, мне нужно указать шар с центром в этой точке, которая целиком лежит в этом множестве. Ну, а это верно, потому что такой шар найдется, потому что эта точка переходит во множество v. Значит, по определению непрерывности... Значит, теперь смотрите, множество v открыто, поэтому существует какая-то окрестность этой точки, которая целиком лежит в... Значит, существует какой-то шар с центром этой точки, который целиком лежит в множестве v. А раз функция непрерывна, то существует какой-то шар с центром в точке, который... Значит, вот я его синим обозначил цветом, то есть синий шар под действием функции перейдет в какое-то под множество зеленого шара. Вот. Таким образом, поскольку для каждой точки из этого прообраза найдется синий шар, то понятно, что наша функция переводит... Значит, что вот это множество f минус 1 от v будет открытым. Непонятно. Ну, давайте, ладно, расскажу. Непонятно, почему синий шар должен быть открытым. И вообще хотя бы связанным, не знаю, наверное. Нет, ну связанность-то не обязательно, следствие за открытость. Значит, хорошо. Давайте я напишу все-таки более аккуратно. Вот. Я хочу доказать, что это открыто. Значит, пусть... Пусть... x0 принадлежит v, следовательно, f от x0... Извините, неправильно написал. Значит, пусть... Я хочу доказать, что открыто вот это множество. Значит, пусть x0 из него, то есть из f минус 1 от v. Тогда f от x0 принадлежит... f от x0 принадлежит v. Правильно? Значит, v открыто, следовательно, существует epsilon больше нуля. Такое, что b epsilon от f от x0, то есть b epsilon с центра f от x0 лежит v. Правильно? Значит, далее f непрерывно в точке x0. Следовательно, существует delta больше... такое, что f от b delta от x0 лежит в b epsilon от f от x0. Вот, а этот шар, получается, по построению лежит v. То есть, вот получается, что вывод такой. Мы для любого x0 из f минус 1 от v указали шар b delta центром в x0. вот такой, что b delta от x0 целиком лежит в f минус 1 от v. Вот. Значит, что получается? Значит, мы доказали, что f минус 1 v открыто. Здесь у нас был вопрос, я его поставил. Спасибо. Теперь понятно. Ну вот, хорошо. Теперь в другую сторону. Значит, давайте я сейчас в другую сторону докажу и еще сформулирую пару упражнений. И на этом мы на сегодня закончим. Значит, в другую сторону. Пусть f минус 1 от v открыто для любого открытого v, лежащего в y. Вот. Тогда я хочу доказать, что наша функция непрерывна. Ну вот, докажем, что любого x0, принадлежащего x, f непрерывно в x0. Как нам это сделать? Ну, нужно, в общем-то, что сделать? Значит, нам нужно доказать, что для любого ε больше нуля существует δ больше нуля такое, что f от v дельта от x0 лежит v ε, в паре v ε, с центром точки... Ну, давайте я назову это y0. v ε от y0, где y0 это f от x0. Вот. Ну, давайте, значит, воспользуемся чем? Воспользуемся тем, что у нас... Вот, значит, смотрите, пусть у нас... Значит, рассмотрим вот этот β ε от y0. Значит, β ε от y0 это открытое множество. Ну, можете проверить в качестве упражнения, но это не шло. Это просто изобретение следует. Вот. Следовательно, f минус 1 от b ε с центром в y0. Открытое множество в силу предположения, да? Вот. Значит, следовательно, поскольку x0 принадлежит f минус 1 b ε с центром в y0, ну, отсюда следует, что по определению, да, существует δ больше нуля, b дельта с центром в x0 лежит в нашем вот этом множестве f минус 1 b ε. Ну, и, значит, получается, что f от b дельта с центром в x0... То есть, вот, смотрите, давайте я так напишу. Что вот это вот вложение, которое тут написано, означает? Оно означает, что для любого y, принадлежащего b дельта с центром в x0, f от y принадлежит b ε с центром в y0. Вот, все, значит, это как раз означает, что... Значит, это означает, что f от b дельта с центром в x0 лежит в b ε с центром в y. Так, ну вот, мы доказали, значит, вещь основную. Теперь вот те задачи, над которыми я советую подумать к следующей неделе. Ну, во-первых, нужно доказать, что любое открытое подмножество r представим мы в виде не более чем счетного объединения попарно не пересекающихся открытых интервалах. Вот, ну, в принципе, возможно, кто-то из вас уже в прошлом семестре решил эту задачу, но если вы еще этого не сделали, то обязательно нужно ее решить, это очень важная задача, очень хорошее упражнение. Вот, и вот еще такие контрольные вопросы. Ну, давайте лучше тоже эту задачу назову для единообразия. Пусть f из r в r переводит любое открытое множество в открытое. верно ли что f непрерывно и аналогично. Значит, пусть то же самое любое замкнутое множество замкнутое верно ли, опять же, что функция непрерывно Так, ну что, в целом, было ли более-менее понятно сегодня и интересно? Надеюсь, что было. Было. Есть вопрос на слайд, на прошлый слайд, не могли бы вы переключиться? Да-да. Вот когда мы здесь пишем, существует дельта больше нуля, такое, что b дельта от x0 является под множеством f минус 1, b дельта от y0. Мы пользуемся открытостью множества... Множество. Да. То есть, вот смотрите, давайте, это просто делается, что вот мы назовем вот это вот открытое множество буквы v. Значит, просто по пределению открытости, что x0 принадлежит v. v открыто. Следовательно, существует дельта больше нуля, такое, что b дельта с центром в x0 лежит v. Это просто определение открытого множества в метрическом пространстве. То есть, мы пользуемся тем, что любая точка из открытого множества лежит в открытом множестве вместе с некоторым шаром? Да. А, понятно тогда. И тогда можно еще почти к самому концу, там, где мы обсуждали, опять же, шары. Так, это были пределы по направлениям. Значит, вот это не здесь, правильно? Значит, это доказательство... Вопрос как раз возник про предельный переход. Вот там, может быть, можно было бы воспользоваться предельным переходом в неравенствах. Вот в том месте, когда мы обсуждали... А, вы имеете в виду там, где мы доказывали, что замкнутый шар замкнутый? Да-да-да, рядом с этим. Вот здесь мы можем пользоваться предельным переходом в неравенствах. Или это разные метрики у нас. У нас ρ – это вещественные числа. Вещественные. А вот z, m и x – это, получается, точки в метрическом пространстве. Да. Вот возможно ли сюда каким-то образом подключить теорему о предельном переходе в неравенствах? Вот для доказательства утверждения ρ от z, m – x меньше равно, чем радиус. Можно, да. Фактически, это она и есть. Я ее зачем-то доказал. То есть, как бы у нас вот это неравенство, оно записано для числовых последовательностей. То есть, вот левая часть неравенства – числовая последовательность, правая – тоже числовая последовательность, да? Вот, значит... Ну, что, в принципе, вот получается, что у нас... Ну, у нас такая ситуация, как бы, что есть одна последовательность, которая меньше либо равно, чем rm, плюс сходящаяся. А, ну да, понятно. Плюс бесконечно малая. Ну, вот надо было мне сначала доказать отдельно просто, что любой замкнутый шар замкнутый, и тогда как бы это все попроще немножко было бы. А можно было бы сказать, что ρ от zmxn стремится к ρ от zmx? Ну, фактически это и доказано, да. То есть, на самом деле, да, вот это такое упражнение тоже можно сделать, что метрика является непрерывной функцией по каждому из своих аргументов, при фиксированном втором. То есть, такое замечание. Для любого x, принадлежащего метрическому пространству x, функция f от y равная ρ от xy непрерывна на x. Тоже вот рекомендую доказать, но тут не сложно, опять же, фактически это доказано. Да, спасибо, что вы про это напомнили. Я, кажется, даже хотел это предложить здесь в качестве упражнений. Задача такая, что, ну вот, доказать, что для любого метрического пространства x, ρ, для любого x, принадлежащего x, f от y равная ρ от xy непрерывно. Вот, можно некоторые вещи посложнее доказать, но лучше сейчас сильно не уходить в теорию метрических пространств, потому что всему свое время, сейчас у нас все равно в задании нету достаточно большого числа задач на эти темы. Вот, я просто хотел бы немного их рассказать, просто чтобы, когда мы будем исследовать свойства RAND, было понятнее, скажем так, в какой конкретный момент, какое конкретно свойство срабатывает. Ну что, кажется, мы можем тогда на сегодня, наверное, если больше вопросов нету, закончить, но, по крайней мере, давайте запись. Пока вы увидите. Субтитры сделал DimaTorzok